Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! Мы с Любовью Звездиной рады вас приветствовать. Да, теперь мы с Тамарой ходим парой, особенно на канале Сангейс Москва, где огромное количество подписчиков буквально за какое-то короткое время, и это, конечно, радует. Сегодня я предложил такую программу, которая называется «Астрология и здоровье», и это начало, поскольку много чего можно сказать. Ну и Любовь Звездина, как вы знаете, профессиональный астролог, и по всем направлениям это здорово. Ну вот, как часто вот мне хотелось бы, но у нас будет, дорогие друзья, как всегда, беседа. Вопросы, ответы. Шарик направо, шарик налево. Любовь будет не меня спрашивать, я буду ее спрашивать. Так вот, вопрос, как часто астрологов спрашивают про здоровье вас конкретно и вообще? Спрашивают часто. И мы часто сами говорим о здоровье. Почему? Потому что есть удивительные показатели, которые затрагивают две области жизни здоровья и работы. И когда ты рассматриваешь вопросы здоровья, ты рассматриваешь параллельно, что здесь может относиться к здоровью, что к работе. Когда ты смотришь работу, ты понимаешь при напряженных аспектах у человека, что-то может быть самочувствие нехорошее и обращаешься также к теме здоровья. То есть это и запрос, и прогностика обращает нас к теме здоровья. Майкл, а я знаю, что ты много лет занимаешься восточными практиками и прекрасно тоже ориентирован в представлениях о здоровье со стороны Востока. Я вот западную астрологию, в принципе, ну как бы практикую, да, но как буддистка я, конечно же, немножечко имею представление о ирведе также, о тибетской медицине. Но вот так глубоко, как ты, конечно, не погружалась. Ты ведь, как я понимаю, здоровьем тоже занимаешься, ну как бы анализируешь это. Только вот я не знаю, это с точки зрения чего происходит, с точки зрения нумерологии, вообще можно это совмещать или нет? Скажи, пожалуйста. Ну, во-первых, мне кажется, что можно такого в ответа, такого вопроса не должно стоять. Это не просто можно, это нужно. Но здесь много чего можно сказать. Я расскажу, но только все-таки для начала, любовь, мне кажется, вам надо было бы все-таки вот больше. Ну, у нас большинство все-таки астрологов и на канале, и в группах западные все-таки, мир-то западный. Поэтому вот какие примеры, допустим, вот все-таки? А я потом... Хорошо. Совершенно разноплановые вопросы. Начиная от того, когда идти на операцию. Допустим, нас ждет какое-то оперативное вмешательство, и астролог должен подобрать электив. Благоприятный момент времени, чтобы операция прошла нормально, и чтобы после восстановительный период не сопровождался какими-то кризисами и рецидивами. А это одна тема, другая тема. А как долго будет продолжаться болезнь? И у нас есть методы, когда мы пробуем понять, насколько серьезно, надолго растянется то или иное заболевание, насколько оно может быть, урон принесет большой по здоровью. Также спрашивают о том, а что у меня вообще по здоровью? Что у меня с хроническими заболеваниями? Девушки спрашивают, а вот что у меня с дедрождением? У меня врачи, например, говорят, что что-то сложное со здоровьем – это поразительно сейчас. Очень много в нотальных картах мы видим положение элементов, которые отвечают за здоровье, с материнством связанное, вот в каких-то очень стесненных, ущербных положениях. Вот я смотрю, поколение моих родителей, дедушек и бабушек, вот такого не было, чтобы это было так много. Ну, когда нужно по зубному идти и прочее, прочее. Вот такие вещи спрашивают. Ну хорошо, а как все-таки астрология помогала, допустим, в решении задач, в решении вопросов по здоровью? Что-то было такое? Дело в том, что… Я почему задаю этот вопрос? Потому что когда-то давно студентам медицинского института, причем интересно, там была некоторая специализация, этим студентам медицинского института задали вопросы. Ну, они уже, в общем-то, на выпуске были. Им задали вопросы, как вы определите… Ну, они изучали астрологию просто. Специализация такая была, да? Вот. Им задали вопросы, можете ли вы по каким-то признакам поставить диагноз, короче говоря, да? Им дали дату рождения всего, так сказать, пациентов, да? И как вы думаете, результат такой был? Прекрасный. Я в этом не сомневаюсь. Ну, это чисто, так сказать, логический ответ, да? Но я… Это к тому, что… Это все верно. Но вопрос заключается в том, что… А не действительно было, да? Результат был действительно потрясающий. Но с точки зрения астрологии. То есть не студентам… Ну, как бы… Мало кому удавалось ответить на эти вопросы, поскольку они эти вопросы не изучают. И опять же, у меня есть очень хороший знакомый, довольно известный в России. Это врач из Индии. Он врач во многих поколениях. Врач Аюрведы, естественно, да? Профессор Аюрведы. Но в то же время он, потом, иностролог. И он говорит, я не могу приступать к лечению пациентов, если я ему не сделаю гороскоп. То есть гороскоп – это, как говорят в Америке, амаз. То есть это обязателен просто. Других вопросов нет. Вот, расскажите, а где у нас наши медики? Кто-нибудь изучает астрологию? Ну, только для себя. То есть никогда, нигде она не применяется. Вот это, на мой взгляд, огромное упущение. Потому что есть примеры конкретные, которые я чуть позже расскажу. Вот, как все-таки, как вы к этому относитесь? Майкл, я отношусь к этому с большой ответственностью. И астрологи, которые делают человека. И все-таки увидят, что у человека какие-то с детства хронические заболевания, стараются отправить своего клиента, астролога, который, например, является медицинским образованием, я думаю, посвящен изучению медицины астрологической. Ну, вот, если, например, астрология тюлейца, она вообще появилась из медицинской традиции. То есть она... Ну, нельзя сказать, что... Я немножко не вернусь с того, по поводу того, что она появится в медицинской традиции. Они просто невозможно. Невозможно использовать астрологию. У нас очень со звуком что-то не... Очень не очень. А если я... Может быть, это что-то у меня с микрофоном вот так лучше слышно? Ну, попробуем так, да. А я все равно слышу две звуки. Ну, я объяснял уже, почему. Это физический такой аспект. Да, но я вот включаю микрофон, почему-то они тоже есть странные. А звук в наушниках есть? Мой голос в наушниках? Прекрасный голос. Самой голос идет с фоном. Как будто где-то еще одна вкладка открыта, но у меня не открыта. Я понимаю, что... Ну, хорошо, да. Ладно, ну, как есть, что-то где поделаешь. Да, так хорошо. Так какова вот есть, так сказать, с болезнями? Есть ли какое-то исследование ваше или чего-либо еще, допустим, ваших коллег, о которых вы знаете, исследование, допустим, планетарное. Вот на что влияет на эту планету с точки зрения астрологии и все-таки связь с органами, может быть, да? Да, можно я демонстрацию экрана сделаю и покажу, как рассматривается связь планет и органов. Так, где ты моя такая картиночка? Может быть, это здесь? Да. Картинка, к сожалению, не находится посередине. И на этой картинке расположены не планеты, а знаки Зодиака. Но, тем не менее, мы можем судить, что Зодиак начинается со знака Овен, это его классическое начало. И планета, управляющая знаком Овна, это планета Марс, первая планета, вторая Плутон. И вот, начиная с первого знака, отмечается зона, связанная с головой. И все, например, нарушения, все болезни, связанные с этим знаком, затрагивают так или иначе область головы. То есть это могут быть любые травмы головы. Кстати, очень часто люди, у которых знакомы, ярко проявлены, ведь у нас планета НОК, это не только Солнце, но, может быть, асцендент включает или дом здоровья. Вот, например, если есть какое-то напряжение в этой зоне, то человек мучается негрениями, бывает очень сильными. Головными болями, зубные боли очень часто человека сопровождают. И вообще проблемы с зубами могут быть. Бывает даже так, что человек простыл, а получает в результате страшный менингит. А люди, представители других знаков, при тех же условиях, не свойственны им это заболевание, они его не получат. Внутричерепное давление может сопровождать человека. И, кстати, еще вегетососудистая дистония. То есть и головокружение с этими людьми чаще происходит, у которых Марс связан со здоровьем и знакомым. Бывают невралгии тоже. Чуть ниже у нас находится знак телца, которым управляет Венера. Это уже зона горла. Кстати, вы знаете, у людей, у которых проявлена Венера, очень большой акцент на шею. Это или очень широкая шея, короткая шея, или, наоборот, очень длинная, или каким-то образом выделена. Вы знаете, какое-то животное, у которого подбородок, шея... А, пеликан. Вот. Это человек-пеликан. На буквальном смысле слова, почему-то вот здесь под шеей, именно под подбородком очень, может быть, много всего. И человек, кажется, вот с подбородка сразу прям вот идет шея. Прям вот так вот сразу. Часто болеет горло. При любом напряженном взаимодействии с Натальей Венерой или с представителем этого знака человек мучается. Например, и миндарины могут воспаляться. Часто таким людям, кстати, и гланды врезают. И насморк часто у таких людей. Уши болят. Вот это все связано с зоной тельца. Майкл. Ну, в принципе, можно рассказывать долго, но ведь правильно ли я понимаю, что все вот это, о чем мы астрологи западные рассуждаем, глядя на вот этот вот контекст, знак и орган, планета и орган, это же все напрямую связано с восточной традицией. Ведь оттуда пришли к нам знания в западную традицию и в большинстве случаев просто переняли. Да, это правда. Есть такая, как называют, не поговорка, а эпиграф, да? Ну, типа, да. Если просчитать возможную болезнь, она оставит тело и именует душу. С вами Шивананда говорил. Дело в том, что в соответствии с аюрведой, а аюрведа – это инструкция долгой жизни, включая в себя и излечение или исцеление, да, врачевание. То есть человеческий темперамент, вот как определяет у нас, вот прикладывают, теперь сюда прикладывают, а раньше никогда не прикладывали. Русские врачи всегда вот здесь меряли пульс, да, если бьется пульс, значит, жив человек или нет. Вот, я уже об этом говорил. Сегодняшние фильмы, фильм там какого-то там, не знаю, показывают войну, а там вот берет и он прикладывает сюда. Никогда не прикладывали это. Американцы так меряют, да. Русские врачи, и не только врачи, они никогда не меряли. То есть, скажем, западная система совсем по-другому относится. Поэтому, вот скажем, здесь аюрведический врач меряет, вот в этом месте он меряет тремя пальцами, тремя пальцами. Знаете, что он меряет? Почему тремя пальцами? Почему тремя? Да. Почему, скажите? Потому что человеческий темперамент или его химическая природа состоит из трех потоков. Это ветер, это желчь и это слизь. Или доши на санскрите. Доша – это конституция. Вата, пита, кафа. Наверное, многие об этом слыхали, да? Да, да. Так вот, основной поток внутри каждого человека вызывается влиянием планеты, которая управляет его знаком. Солнце в данном случае. И химическая природа определяет физическое и ментальное окружение внутри тела. Это то, что ум считает чувствами и эмоциями. И когда какой-либо из этих потоков возрастает, то есть, есть восходящие и нисходящие потоки, или у пана, у дана так они называются. Это, конечно, вообще полное, так сказать, невежество западного человека, который в этом не разбирается. И вот, а надо быть, да? Почему? Потому что если пол мира этим занимается, и причем результаты, ну, многовековые, результаты позитивные, положительные, то, еще раз, я об этом говорил, о том, что современная медицина приступает к лечению заболеваний, да? Вообще существует шесть стадий заболевания. И современная медицина приступает к лечению заболеваний на пятой стадии, а шестая – терминальная стадия. Поэтому, когда человек занимается, допустим, арштанга-йога, вот восьмиступенчатая система, то первые две ступени – это подготовительные ступени уже к следующим каким-то, скажем, вещам. Ну, допустим, пранаяма, вот это вот там, асаны, да, и так далее. Вот. Ну, и вот если какой-либо из этих потоков, вот у Пана Удана, возрастает или уменьшается, то это вызывает болезнь. Вот так это трактуется, понимаете? Ну, и вот здесь есть различные варианты, различные варианты предупреждения болезни. Это самое главное. У нас сегодня нет такого. Если когда-то это было, когда-то было, превентивная, как говорится, медицина, да, то сегодня человек заболел, ему надо лечиться. Вот так. А до того, как он заболел, есть предрасположенности, и поэтому тут нечего удивляться, когда вот совсем недавно, я тоже его смотрел на одном из каналов, был такой, забыл, как канал называется, но это не имеет значения, такой Домир его звали. Он велся многими. Да, да, да. Да, да, да. Вот он недавно... Очень шаг. ...недавно, да, сегодня похороны, по-моему, и вчера. Угу. Буквально... Да, в Балашихе, да. Да, сгорел буквально, ну, вот, за считанные как бы дни. Еще недавно его уже нет. То есть онкология, говорят. Но онкология, оно не... Это не атомная бомба, которая вот так разорвалась. Оно зреет, зреет, зреет. То есть... Майкл, Вадим Шигалов говорил, что у него еще параллельно вдруг тромбоз очень резкий обострился. Это другое. Да? Это все... Это все... Я же не об этом говорю. Это все диагнозы, которые поставит медицина. А по-другому она не может. Поэтому... А как по-другому? То есть... А что, карма учитывается где-нибудь? Нет. В нашей западной медицине карма редко учитывается. Кто-то занимается этим, конечно же, да. Но знаний очень и очень мало. Поскольку надо не профессией владеть в данном случае, а владеть со всеми другими вещами плюс профессии, да. Поэтому это очень сложно. Ну, как определить? Я каждый раз подчеркиваю. Ну, я был в том месте, где не ступала нога человека. Там ступала нога Бога. Как это объяснить? Как это доказать? Никто это не объяснит и не докажет. Понимаете? То есть, я знаю, я чувствую. Как я знаю? Трудно сказать. Вот есть же врачи от Бога, да. Вот во всех канонах, везде по всем книгам нельзя этого делать. Он лезет туда, да, против всех абсолютно. Книг против всех. И находит причину. И смотрит на него, и никто не... То есть, это от Бога врачи, которые такие вещи чувствуют. От Бога астролог есть и так далее. Так их называют, короче говоря. Так вот, есть различные варианты, как это делать. То есть, есть, допустим, можно болезнь лечить путем глотания, как ни странно, да. Глотания, да. Или прикладывания к определенным местам, так называемые, это называется геммы. Геммы – это минералы в чистой крестовической форме, которые образовались в то время, когда земля пребывала в состоянии, ну, очень давно расплавленной, к примеру, лавы, да. То есть, используется для электрохимического врачевания. И вот интересно теперь, вот если говорить о... Еще раз, я немного не буду, иначе это долго будет. Вот, допустим, да, допустим, Солнце, вот то, что я вначале говорил, то есть, еще раз, влияние планеты, которая управляет его знаком Солнца, да. То есть, Солнце, это называется, есть такое понятие гуна, да, гуна или качество, да, качество поведения. То есть, человек может находиться в гуне благости, в гуне невежества. Благость – это сатва, на санскрите, невежество – это тамос, и раджес – в гуне страсти. И вот Солнце – это сатва, это сущность ее, да, качество. Аспект поведения не тот, деятельный, раджес, да, значит, темперамент какой, темперамент у такого человека – это желчь, к примеру. Я не буду много, два, допустим, назову, хотя по каждому, по каждой планете это есть. Луна – это инерция, это тамос, как ни странно, тамос, да. Он, значит, характер спокойный, да, и его юридическая конституция – это слизь, да, считается. Вот, соединение, то есть в чистом варианте доши, они, их нету в чистом варианте, они сегодня у всех перемешанные. Но наличие доши уже есть болезнь, уже считается, есть болезнь. И вот, ну и там есть то же самое по Эпитеру, как это все рассчитывается, Раху, Меркурий, Венера, Кету, Сатурн, Марс – это я по числам. Вот, но, допустим, есть такое понятие, то есть девять планет, или мы их называем, ну-ка, не мы их, а на Востоке их называют «граки». Это то, что нас вхватывает в плен наши какие-то эмоции, чувства и так далее, да. И вот, то есть, если рассматривать наш мозг, допустим, да, то есть такое мозг, центральное место, главное центральное место в мозге – это таламус. И вот этот таламус, он действует подобно Солнцу, и Солнце – это сурья, сурья, то есть вокруг него сконцентрирована активность. И вот таламус, он определяет характеристики всех выражений, а Солнце – это я, это мое и так далее, да. То есть, есть такое понятие ганглии, да, и вот он как бы король вот этой базальной ганглии, которая все контролирует. И что самое интересное, вот этот вот таламус, да, его анатомическая структура, она формирует вокруг себя корону. Ну, мы знаем, да, что связано с этим словом, да? Да, да, да. То есть, и все эти качества описываются, да, все эти качества описываются в трактатах древнейших. Вот, а допустим, Луна, да, что такое Луна? Луна – это гипоталамус, да, и на санскрите это чандра. Да, гипоталамус находится под таламусом и занимает важное место, в общем, достаточно важное место около центра мозга. Он связан с эмоциями и физиологическими ответами на эмоции. То есть, здесь очень и очень конкретно и очень конкретно можно определить, если астролог, да, ну, хороший, правильный астролог беседует с человеком, тогда, и он может, вот, пользуясь вот этими вещами, определять тогда, ну, манеру поведения, почему у человека возникают какие-то эмоции на, или реакции, да, реакции на какие-то слова, на какое-то поведение другого человека. Почему один реагирует так, другой реагирует по-другому. Кому-то доламочки их называют, это просто, ну, как бы, его ничего не смущает, он продолжает делать. А кто-то очень болезненно реагирует на критику, к примеру, да. Ну, это, да, это болезнь, это болезнь. И человек понятия не имеет, что он болен. Он говорит, а я же эмоциональный, а я же человек. Ты человек, но ты душа, вообще-то говоря, не человек. Ты человек, но душа, в первую очередь, а тело твое будет болеть. Вот только и всего. Если ты будешь выражать свои эмоции, и будешь везде так лезть во все дырки, и будешь всем, кстати, помогать, то у тебя будет проблема. Вот и всё, хочешь, пожалуйста, никто тебя не запрещают. Но это означает, что человек этого не понимает, не знает. И даже лечиться не хочет, понимаете, как бы, да. Вот, ну вот, поэтому, значит, да, ну и вот, значит, что таламус, да, или гипоталамус, да. Гипоталамус имеет дневной, месячные, сезонные циклы, контролирует температуру тела, поведение, воспроизводство и гормональные какие-то циклы. Ну и, допустим, есть женский цикл, да, 28-дневный. Эти характеристики соответствуют описанию Чандры или Луны в Джоджише, да. Ну и дальше, вот, Сатурн, допустим, да. Сатурн – это Шани на Санкт-Петербурге, или вот это самое далёкое место от таламуса, находится на внешнем крае. Это Путамен, Путамен его называют. Это какая-то тёмная такая структура. Ну и аналогично Сатурну обладает вот это вот место, да, Шани, да, обладает чёрным цветом, находится дальше от всех от Солнца, что самое интересное, да. То есть абсолютно всё, полное соответствие планетам, от Солнечной системы, которые находятся где-то от чего-то. Ну и вот этот Путамен, он функционирует именно, он принимает приказы, сигналы, которые передают вот эти базальные аккаунты, ну и связан с двигательной активностью, препятствия какие-то, ну и так далее, и так далее. Но повреждение, его повреждение ведёт к болезням, снижению тонуса, координации и достаточно раннего ухода. Вот. Ну вот примерно вот так. Ну и так можно продолжать, короче говоря. У нас вопрос, да, есть? Есть, да, да, да. Так, вопрос можно вот так вот разместить. Майк, у вас оставите ли вы? А если, в смысле, ответите ли вы, а если сам себя излечиваешь, то есть если сам излечиваешь себе болезнь, будет считаться отработка кармы? Ну, если вы точно знаете, в чём болезнь, как, что такое сам тебе излечиваешь, как вы понимаете, излечиваешь болезнь? Ну вот в основном люди, вот у меня знакомая, да, у неё рак груди, да, было. Ну, значит, ей рекомендовали полностью удалить. Ну, точнее, так сказать, можно было кусочек, да, где-то часть, да, опухоли. А можно, она, говорит, она спросила, а как дальше? Ну вот кто из женщин на такое решится, кроме Ангелина Джоли? И то это ещё неизвестно сказать. Вот, она решила именно так. И когда она сделала это всё, ну, всё, ей сказали всё. Ну, понимаете, какая вещь? С глаза долой, да, вот это вот такая штука. Нет человека, нету проблемы, как говорил Сталин, да, в своё время. Понимаете? То есть, и она мне рассказывает, всё, я уже чистенькая. Я говорю, я тебя поздравляю. Это потому, что бесполезно объяснять о том, что сделано. Удалено следствие, а причина нет. Причина – это шкарм. А почему? Ты знаешь, почему? Конечно, не знает она. И никто этого не знает. И никто не собирается узнавать. Как только человек вылечился, то ли таблеткой, то ли с помощью, там, не знаю, чего-то ещё, вот. Вот, он сразу забывает о том, что ему уже нормально всё, и он забывает о том, что совсем недавно ему было очень плохо. И так до следующего раза. То есть, мало кто выясняет, а почему и как. Ну, вот таким образом, к сожалению, да. Ну, вот комментирует Виктория дальше, что это были не серьёзные болезни, это были простуды, зубная боль, ожоги, которые сама себе вылечила Виктория. То есть, относительно её ближнего вопроса, это считается отработкой кармы? Виктория, послушай, так, а ведь можно же было не болеть, понимаете? То есть, когда-то, вот, я могу просто рассказать эту историю, у меня знакомый, его, правда, нет уже, но он был знакомый, да. И вот у него был свой центр, аюрведический, правда, центр. Ну, и набирались люди на работу там, да, и он пришёл, да, и когда, значит, ну, всё подходит, рассказывает, да, вы нам подходите, у нас только есть одно правило, ну, поступающему на работу потенциальному, правило, обязательное правило для всех. А он спрашивает, а какое? Он говорит, а у нас не болеют. Он говорит, как не болеют? То есть, вы вообще не болеете? А если так случится, что человек заболеет, если я заболею? Он нам отвечает, тогда вас уволят. Он говорит, как уволят? То есть, как это можно так? То есть, человек не представляет о том, что можно не болеть. Конечно, болеют и будут болеть все, да. Но, ещё раз, по-разному можно болеть, да. Ну, Виктория, мы вас поздравляем, да. Ну, хорошо, излечивайтесь тоже с вами то, это самое. Никто же не противоречит вам. Вы умеете? Пожалуйста. Но карма здесь ни при чём, вообще-то говоря. То есть, пока всё то, что вы пишете, так чего вот она болеет, если вы знаете, о чём происходит? Ну, как бы в соответствии с эвироидой человек не должен болеть, и всё. Он же знает, о чём он болеет, да. Ну, вот Любовь нам рассказывает. Любовь, вот вы рассказываете, да. Можно ли предупредить болезнь, да, с помощью астрологии? Можно или нет? В карте же ты есть. Можно, да. Но можно я ещё немножечко с другой стороны подойду. Есть болезни психосоматического характера, в которых мы болеем от того, что проживаем неправильное время. Это тоже, наверное, карма. И работая над исполнением вот этих ошибок, мы тоже в какой-то мере улучшаем своё внутреннее состояние, и, следовательно, работаем с болезнью. То есть, мы меняем какие-то бытовые привычки, которые формируют у нас полностью, каким-то заболеванием, возможно, меняем свой режим. Ну, то есть, если мы работаем над этим, то даже хронические заболевания со временем мы можем каким-то образом облегчить протекание этих болезней, не набирать обороты для того, чтобы какая-то болезнь развивалась. Это один вариант. А другой вариант, что у неё зубная боль. Ну, а, например, зубная боль, планета Сатурн и Марс, планета Сатурн, в данном случае какие-то ужасные помехи звуковые у меня. Просто это... Ну, так вот, планета Сатурн связана с предками, с родственниками. И это повод думать над тем, что же происходит у вас с вашими родителями, с вашим отцом, с вашей матерью, с дедушкой, бабушкой. Гарманичные ли у вас отношения с ними, или есть какие-то обиды. Конечно, изменить то, что у вас находится в костной ткани, например, в зубах, невозможно, да, просто каким-то размышлением. Но, тем не менее, болезнь зубов – это указатель на то, что что-то у вас в этой области не так. Кармические, возможно, не так. Майкл, а на нейрологии нет какое-то отношение к медицине? Ну, как нет? Во-первых, есть. И прямая – это все нумерология, у нас же все циферки. Сколько зубов? 32? 32, да, правильно? Из них 4 крайних, да, коренных, да, справа-слева, внизу-вверху. И сколько остается? 28. 28 – это же число, правильно? И я когда-то рассказывал, ну, это не я, не мои изыскания, но просто я в курсе, да, о том, что если мы начнем разбираться с этими, то на зубах, на кормях зубов, вообще по статистике, если говорить о зубах, да, то по статистике люди, которые, врачи, это самая большая смертность врачей, которые донтисты, которые занимаются… О, я не слышала об этом, Майкл, поразительные. Да, это так, но это не везде или мало где известно. А почему? А потому что на корнях зубах – это как раз-таки карма. Поэтому раньше, в общем-то, как у лошади, да, зубы проверяли, так и у рабов когда-то. То есть первым делом не бицепсы рассматривали, там, все остальные части тела, а открывали рот и исследовали зубы. Если у человека там нету зубов или они в плохом состоянии, то его никто не покупал, этого раба. Да, то же самое у лошади. Поэтому с зубами много чего связано. И опять же, это конкретные и лунные стоянки, и конкретные планеты, да. Просто об этом, еще раз повторяю, нету ничего в западной гонтийской науке, к сожалению. То есть чего происходит-то? Медицина у нас же, как вы сами понимаете, сегодня совсем для других целей. Квятого Гиппократа ушла в небытие, вообще-то говоря. Ой, ты да. Сегодня, как мы знаем, это уже бизнесом стало. И раньше такого никогда не было, я же помню. То есть самая низкооплачиваемая категория работников, это было врачи и учителя. Моя мама была врачом. Короче говоря, здесь просто не время. Сейчас, если я об этом расскажу, то это займет всю передачу. Майк, у нас же будет несколько, потому что тема очень большая, интересная. Поэтому то, что вы рассказываете, очень интересно. Рассказывайте, пожалуйста. Если не выросли так называемые зубы мудрости, у человека почти не всего 28 зубов, это что-то значит. Это, безусловно, что-то значит, потому что по науке, как бы, да, по всему, должно быть 32. Но еще раз, об этом это не сегодня. Потому что если уже говорить, надо говорить не просто про 4 этих зуба, да, про какие-то, ну, считается, это роды, вообще-то говоря. Но говорить обо всем. Поэтому мы как-нибудь, наверное, сделаем отдельную передачу по этому поводу, если это интересно. Да, я когда-то рассказывал пару лет назад, где-то я, так сказать, по пляжу ходил. Я в январе уезжаю в Флориду, там тепло, знаете, регулярно, да, вот. Один месяц зимы я, значит, забираю. Ну, и вот там у меня эмоционы, значит, дневные, утренние, дневные, вечерние по 20 миль, да. Я проходил 25 миль даже было. Миля – это 1,6 километра в день. Вот. Ну, и вот я там в одной из таких поездок об этом рассказывал. Поэтому, Людмила, да, хороший вопрос, только мы поговорим. А вообще я рассказывал давно, но я вам расскажу эту самую историю, когда начались обманы на всей Земле. Не знаете? Ну, это как анекдотические, но я не один раз рассказывал. Ну, вы, наверное, не скажите. Расскажите, скажите. Все началось с Аристотеля. Аристотель, она звучит, я ее просто так рассказываю, как анекдот, да. Но это правда, практически. То есть товарищ Аристотель, он делал, периодически он делал какие-то свои лекции, читал. Причем он читал там на центральной площади, там собиралась куча людей. В общем, весь город выходил Аристотель рассказывать лекции. И все верили. Тогда еще люди верили в то, что говорилось. Вот все, как говорится, верили. Не надо ничего проверять было, как сегодня, никаких опытов не надо ставить. Вот сказали вот так, значит так. И вот как-то один раз Аристотель сказал в одной из своих программ, говорит, по поводу зубов. Он говорит, вот у мужчин 32 зуба, а у женщин 30. Ну, как-то никто обычно, когда чистят зубы, как-то не проверяет количество зубов, если, конечно, к донтисту не ходят. Правильно? Ну, тогда люди как бы не ходили к донтистам, у них у всех были здоровые зубы. Конфеток и тортиков тогда еще как бы не очень-то применялись, знаете. Короче... Ну, зубы чистили, да? Ну, конечно, зубы чистили. Причем не так они чистили, не этими нашими зубными щетками, электрическими. Они и сегодня, индусы, они, знаете, как есть такое дерево, ним называется. Ним, не нимб, а нимб. Вот, оно такое как бы, то есть веточка срывается. Попробуйте, кстати. Срывается веточка, да? Веточка, потом ее расщепляют просто, так сказать, эту веточку, да? Ну, и вот это и есть зубная щетка. А какая разница? Почему надо? То есть оно точно то же самое, да? И она еще как бы там, ну, есть некий состав этого дерева. И вот эта вот веточка, она как бы обеззараживает зубы, да? Ну, это отдельная тема, потому что до сих пор... Я отвлекусь несколько, потом я вернусь к ресурсу. Вот. Дело в том, что всегда считалось, что флорайд, этот фтор, да? Препятствует образованию этих кевитис, этих дупла, да? То есть поэтому надо чистить со фторов. Это глубочайшее заблуждение и очень-очень вредное заблуждение, потому что это очень вредный фтор, это тяжелый... Ну, очень вредный элемент и для зубов, и для здоровья. Вот. Но постоянно всегда применялось. Правда. А были еще и другие. Там зубной порошок, да? Как у этого, значит, Майдадыра, да? Вот. Был, я помню, детский порошок был, да? Вот. Это и так чистили зубы. И индусы так чистили. Чистят до сих пор, кстати, зубы. Да, так вот, Аристотель. У мужчин 32, а у женщин 30. И вот, значит, как-то на следующее утро одна дама, вдруг ни с того ни с сего, которая была на лекции, она решила... Она сама себе удивилась. Как это так? Она посчитала и смотрит 32 зуба. Она, значит, берет этот самый айфон, последний модель, естественно, да? Вот. Звонит своей подруге и говорит, слышь, Маш, она говорит, да-да, ты была... Ну, конечно, я была на лекции. Как это? Сам Аристотель выступал, а ты, говорит, слышал о том, что он сказал, что у мужчин 32, а у женщин 30. Она говорит, ну, мужики, это, да, понятно. У них всегда что-то побольше того, чего у нас нет, вот у них есть такое. Так вот, она говорит, я посчитала, у меня 32. Да не может быть, она говорит, как это так? Вообще, чего ты считаешь? Это же сам Аристотель сказал, что 32. Она говорит, ну, не знаю, почему вот я решил посчитать 32. Посчитай. Она говорит, даже не буду. Раз Аристотель сказал 30, 30, значит, 30. Она говорит, ну, в общем, уговорила ее. Она посчитала 32. Она страшно удивилась. И, короче, они начали звонить своим подругам всем. Все начали считать 32. И с тех пор все изменилось. Короче, они поняли, что дурят нашего брата. Еще раз. Медик не верит с тех пор. Вот с тех пор люди перестали друг другу верить, короче. Ну, еще раз я повторяю, эту историю я уже много раз рассказывал на канале. Но в этой, как всегда, истории есть, в каждой шубке есть доля правды. Ну, хорошо. У нас еще есть время, да? Вот смотрите, я вам скажу, как... Вот посмотрите на часы. У вас в это время, ну, в московское время, 12 часов 10-го, правильно? 12 минут 10-го, правильно? Да, да. Да? Да, да, да. Я в это время ложусь спать. В это время, детское время. А мы еще своего внимания слушаем. А то я не знаю. А то бывает, я получаю от вас какие-то смс-ки в 12 часов ночи. Понимаете? То есть... Покойно только с... Это не... Нет, не в этом дело. То есть вы конкретно нарушаете закон. То есть незнание законов не освобождает от ответственности. А если знаешь закон, но не успеваешь? Ну и что? Ну, так... Да, это значит, звучит так. Если очень хочется, то можно. Вообще-то это нельзя, но если очень хочется, то можно, да? Что-то там звучит, да. Ну, один раз, да. Ну, хорошо. Ну, и второй раз. Ну, чего там это самое, да. Ну, короче говоря, так не делается. То есть есть циклы временные. Мы об этом говорили, кстати. И они заканчиваются десятью часами. С десяти наступает тамос. Невешенство. В это время, да, люди идут тусить куда-то там. Ночные бары. Какие ночные бары, когда ночью? Ну, солнце ночью спит или нет? Или оно гуляет вовсю? Ну, если ночью, солнце спит. А что происходит? А ночью появляется на небе чего? Луна, да? А луна называется, помимо того, что оно по-другому называется, а не луна, да? Это мир обратный. Это мир гиперион называется. Это тёмный мир, вообще-то говоря. И в это время всё то, что негатив падает, солнце даёт, правильно? Это мускай энергия, она даёт. А женщина принимает, правильно? Да. Это луна, правильно? Значит, так вот она принимает весь негатив, который за время дневное накопился. Ну, так это считается. Поэтому это просто неправильно и всё нехорошо, не знаю. Но очень трудно себе. Поэтому взяли люди себе, придумали отмазку, да? Они говорят, ну, так я же этот самый, сова. Я сова, да? Вот. А давно известно, почему буддийские практики, в частности, да? Вы же у нас буддисты. Вот. Буддийские практики, они, люди приходят, когда, ну, не знаю, ночью, да? По нашим понятиям. Первые какие-то там практики, да? Моления какие-то там и так далее. Вот. Поэтому, ну, я лично встаю в четыре. Ну, до четырёх бывает. И тогда заряд. Заряд. Вот я не первую программу. Я уже много эфиров сделал и уроков сделал, и на других каналах. И уже показал тут все то, что можно было показать, даже включая того, куда пойдёт биткоин. Это вы, давайте. Так, Виктория спрашивает, есть ли какая-либо практика для засыпания? Я вот пытаюсь уснуть по вашим рекомендациям, но не получается. Вы знаете, можно брать пример с кошек, особенно с женщинами. Почему бы не получать удовольствие от всего, от того, с чем вы соприкасаетесь, когда ложитесь спать? Заметьте, кошки долго-долго спят, а потом, казалось бы, уже спать больше невозможно. Мы бы вскочили, и поскакали, нас бы уже позвала труба, а кошки подтягиваются и ложатся спать. Если вы с удовольствием будете подтягиваться, то у вас... Вот у меня уже является зевотая. После зевоты вы заснёте гораздо быстрее, чем до этого. Получается какой-то удивительный механизм в нашем теле, и мы засыпаем лучше. Но, конечно же, желательно ничего не слушать, то есть не смотреть телевизор, чтобы перед глазами ничего не мелькало. Как-то не общаться очень активно, перед тем, как ложитесь спать. Может быть, немножко выпить чего-нибудь приятного, может быть, освежающего, мятного вкуса, чтобы вам было поприятнее спать. Майкл, вы когда-нибудь мучаетесь тем, что вам сложно заснуть? Вы, мне кажется, спите вообще-то очень малое количество времени. И можно ограничивать сон, может быть? Нет, ну, во-первых, всё в зависимости бывает и от возраста. Знаете ли, вот у меня отец, он спит постоянно. Старые люди, они спят, но сейчас, да? Нет, у меня вообще нету вообще никаких проблем заснуть. Я мгновенно засыпаю. Почему? Потому что я рано встаю. Мгновенно. Другой вопрос. Я просыпаюсь достаточно. Но, опять же, у меня мозг функционирует. Вот, поэтому я постоянно... Значит, вот, это мне надо металл. Это с луной проблема, видите? Это лунный камень, да? То есть это... Ой, какой красивый. Да. Это настоящий лунный камень, да? Вот. Ну и он в серебре. Специально взял то самое, настоящее, серьёзное серебро, цепочку. Да, достаточно широкую, видите? Вот. Потому что это свет, да? Вот, видите, браслет серебряный. Это помогает, конечно, потому что это успокаивает. Это как один из вариантов. Но можно считать... Говорят, помогает считать слонов. Да. Овечек можно мысленно считать тоже. Ну, кого угодно, да. Можно считать. Нет. Мы вспомнили. Есть практики, конечно, да. Конечно, есть практики. А как надо засыпать? Знаете? Ну, я имею в виду... Есть ещё несколько вариантов, я после вас расскажу. На правом, есть три варианта. На правом, на левом и на спине. А, четыре. И на животе. На правом боку. Я вам скажу, как будет. Да, мы будем... На правом. На правом боку. И дышится легче, чем когда ты режешь на спине или на животе. Это очень хорошая позиция. Нет, Майкл, я не права? Засыпать надо на спине. Засыпать. Да. Как считаете? Но это не значит, что спать на спине. Просто засыпать на спине. А, вот как. Да. Потому что, ну, есть абсолютно чёткое... Вот если вы свернулись калачиком, да? Допустим, есть такие, да? Ну, как младенец в утробе, да? Это означает о том, что вы очень чувствительны к окружению и не защищены, короче говоря. То есть вам надо защита какая-то. Ну, в общем, есть много всякого всего. Интересно. Майкл, я помню, да ещё несколько вариантов. Можно Виктория отвечу, да? Маленьким спецкам советуют одевать бусинку янтаря. Может быть, браслет, может быть, что-то на шею. Это солнечный камень. И почему-то вот он облегчает процесс засыпания сна. И у меня был период, такие транзиты складывали сложные, мои натальные карты, что я понимала заранее, что соснового переговора, а я нуждаюсь в полноценном сне. Поэтому я стала носить различные браслетики, бусы из янтаря. И заметила, что после того, как я некоторое время носила их, то мне стало легче засыпание. А ещё один метод есть очень хороший, когда, вот как Майкл говорит, вы ложитесь на спину и сознательно от кончиков пальцев ног проходите все зоны своего тела, контролируя своим сознанием. Их степень расслабленности прошли один раз. Если не удалось заснуть за этот момент, то второй раз. И вы настолько сильно можете расслабиться, чтобы почувствовать, какие тяжёлые, горячие у вас конечности. И как по ним буквально какой-то холодок, литерок гуляет сверху. Вот это тоже важная практика сосредоточения на теле, на способности тела расслабиться. Она тоже помогает. А ещё иногда говорят с сердцем. Говорят с ним, как с своим каким-то дорогим сокровищем, как с маленьким каким-то пушистым зверем. Говорят, что ему не стоит переживать, не стоит волноваться. Он в безопасности находится, уютные пушистые постельки. Ему нужно отдыхать, не спешить, никуда не бежать. Вы пришли отдыхать. И он может отдохнуть вместе с вами. Вот спрашивает Елена Ткаченко, а если вы уж очень рано просыпаетесь, например, нужно ли отдохнуть в обед или поспать в обед? Ну, в соответствии с Айруведой, и не только Айруведой, днём, тем более вечером, абсолютно нехорошо. Особенно вечером. То есть совсем плохо, скажем, спать во время захода солнца. Да, вот. Совсем плохо. Днём не рекомендуется. Это любые врачи знают. Да, то есть если вы встали совсем рано, допустим, проснулись, мало спали, то рекомендуется, можно полежать. Вот лично мне хватает 15 минут, допустим, всего 15 минут. Есть, правда, техника другая, но это очень сложно. В Астралии переместиться куда-то, в какое-то место, где время по-другому идёт, и там можно тут в этом времени, вы спите здесь 15 минут, а в том времени вы отдыхаете так, сколько положено. Ну, час, два, три. Там по-другому время идёт. Но это сложная система, это не всем. Но вот можно так рекомендацией, Ну, вот, так сказать, утром, да, можно поспать, короче говоря. Да. Примерно так, да. Но вот я хотел спросить, Любовь, а по поводу знаков зодиака, да, знаки зодиака в управлении человеческим телом, допустим, вот как проявлено, ну, вот какие, да. Ну, все знаки зодиака отвечают за какие-то отдельные органы. То есть, например, голова – это знак овна, шея – это телец, знак зодиака, телец. Обращайте внимание на шею. Ну, кстати, здесь Венера ещё и защитовидку может отвечать. То есть, вот, если говорить просто о зонах, то Венера – это шея. Близнецы – это вот предплечья, руки и даже пальцы. Вы знаете, те люди, у которых мало воздуха в карте, могут кашлять, когда у них переохлаждаются предплечья, как это ни странно. Вот. Ну, лёгкие, конечно же, связаны тоже с близнецами. Но это органы. Вот части тела дальше. Рак управляется планетой Луной. Это, ну, грудь в первую очередь у нас, как молоко, вот, связанное со знаком рак. Лев – это уже та же самая вроде бы зона, но ближе к спине. То есть, лев – это в первую очередь спина. Дальше чуть ниже опускаемся мы, когда говорим о знаке Девы. Но знак Дева – это уже как-то вот живот, скажем так, и заболевание Девы. Это двенадцатиперстная кишка, это, не знаю, поджелудочная железа, к примеру. То есть, нет, конечно, знаю, просто сейчас всё-таки если говорить о частях тела, то дальше мы переходим к весам. Вот весы – это уже поясница. И когда, например, в возрасте человек научается поясницей и одевает на поясницу тёплое, то считается, что это происходит, необходимость это делать, потому что со знаком весов связана планета Сатурн. Так считается традиционно. Современные астрологи, например, вот Андрей Бодоровский, немножечко по-другому смотрят. Ещё ниже у нас находится знак Скорпиона. Это уже буквально ближе к области гениталий. Стрелец Юпитер – это бёдра, ягодицы. Это козерог – это колени, водолей – это у нас ног. Это же эта часть называется перед стопами ног. Что? Голень. Вот, голень. Ну и рыба Нептун – это сами по себе стопы ног. Вот так вот всё тело связано со знаками зодиака. И если, например, даже какие-то есть нарушения, планетарные, например, знаков зодиака, то бывают и пятна родимые. У меня вот, например, есть несколько знакомых, которые поражают своих клиентов тем, что, да, раскладывают карту, говорят, а у вас в этом месте есть родинка? И клиент просто удивлён высотой познания астролога тем, что астролог может сказать. Астролог понимает язык связи планеты и тела. Такие тела. А нумерологические? Может быть так, чтобы один – это была голова, два – это была шея, я на смешные вещи говорю, три – чтобы, не знаю, руки были? Нет, ну, дело в том, что каждый номер – это планета, поэтому то, что вы сейчас рассказали, это именно так оно и есть. То есть, скажем, Овен вообще, в принципе, это Марс и это девятка, допустим. Венера, Телец – это шестёрка, допустим. Меркурий, Близнецы – это пятёрка. Луна, Двойка – это рак. Лев и Дениса – это солнце. Меркурий, Пятёрка – это Дева. Ну и так далее. Венера, Шестёрка, Весы. То есть, да, всё правильно. Поэтому всё это есть и очень несложно, по идее, можно определить это всё. Ну и, конечно, это не просто для любопытства, а это надо человеку знать, иначе просто ему легче будет жить, когда он про себя знает. Ну и согласна с этим полностью, конечно. Да. Предупреждён, значит, вооружён. Если знаешь, что у тебя есть часть тела, на которую стоит обращать внимание, а ты на неё не обращаешь внимание, ну ты поступаешь неосмотрительно. Да, поэтому нам надо, я полагаю, закругляться. Мы продолжим. То есть много чего ещё можно сказать, но скоро я сам сказал о том, что пора... Спать. Спать. Спасибо, Майкл, что даёте такую возможность. Прямо вот... Да. Всё успеть вовремя. Всё успеть вовремя. Хорошо. Тогда спасибо всем. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Всем доброго времени суток. Так. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо. Спасибо.